Привет, я Роман Соболюк, корреспондент Унион в Москве. Вчера был очень важный день. С одной стороны, Владимир Путин решил все свои проблемы на ниве сохранения себя во власти. С другой стороны, в это же время, когда Владимир Путин выступал в Госдуме и дал всем понять, что все-таки его можно уговорить остаться президентом еще как минимум на два срока, российские захватчики на Донбассе атаковали украинские позиции и стреляли по украинским солдатам. У нас трое погибших, есть раненые. На это обострение даже отреагировал наш миротворец президент Владимир Александрович Зеленский, который, когда представлял министра обороны, вновь назначенного сказал, что наша армия имеет все возможности сразу наносить удары в ответ. И это, наверное, тоже большой шаг для понимания ситуации. А министр обороны Пан Таран сказал слова, которые известны всем. И я их говорил буквально в одном из блогов на прошлой неделе. Хочешь мира, готовься к войне. Но еще вчера в Москву приехала большая группа партии ОПЗЖ. Это партия коллаборантов, которая официально представлена в Верховной Раде. Возглавлял эту делегацию Виктор Медведчук. И, очевидно, Виктор Владимирович не мог не присутствовать в этот день в Москве. И лично поздравить своего кума с тем, что он теперь стал вечным или пожизненным президентом Российской Федерации. Виктор Медведчук, что вы мне когда-то говорили об этом? Это же просто прекрасная картина. Президент страны-агрессора, глава парламента страны-агрессора Государственной Думы и представитель Украины партии коллаборантов. Они здесь рассуждают о мире, в то время как подчиненные Владимира Путина занимаются, ну, чем они занимаются? То, что умеют, стреляют в украинцев. И никто из них, собравшихся, естественно, на это не обратил внимания. Хотя слово «мир» с их уст почему-то звучало так много и так часто. Вы мне когда-то говорили об этом. Вячеслав Викторович недавно еще проинформировал о том, что у вас идея создать парламентское измерение нормандского формата. У меня просто хорошая идея. Мы как-то, не помню уже когда, но некоторое время назад уже обсуждали эту тему. Конечно, если парламентария в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной у нас, мне кажется, это было бы очень хорошо. Я очень рассчитываю на то, что у вас это получится. Надеюсь, тоже при поддержке администрации президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Ну, в этом никто не сомневается. Единственное, вряд ли можно говорить о том, что Владимир Путин готов включиться к мирному процессу. Потому что вот эти вот заявления о парламентском измерении нормандского формата, ну, это же полная бредятина. Зачем создавать какую-то площадку для того, чтобы там обсуждать мир с кем? С людьми, от которых он не зависит. Хотя вот в этом зале есть один человек. Звать его Владимир Путин, который войну может прекратить. Но делать этого он абсолютно не собирается. И все это прекрасно понимают. А этот нормандский формат, ну, в смысле, встреча депутатов нормандского формата, нужно только для одного, чтобы поднять политический вес Виктора Медведчука на следующих выборах. И я, честно говоря, не знаю, ребята, кто голосует за эту партию. Но они же, вот эти люди, по сути, привели войну в наш дом, а теперь суетятся и говорят о мире. Я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу сделать, это пожелать вам успеха. Возможно, Виктор Владимирович при вечном Путине хочет стать вечным гауляйтером Украины. Но тут, как говорится, еще не все предначертано. И, кстати, президенту Украины, если он ничего не сделает с коллаборацией на высшем политическом уровне в Украине, ну, ему не позавидуешь. Потому что вот эти вот ребята, которые ездят в Москву, станцуют на его политической могиле. Это факт. Прекрасная картина. Депутаты Франции, Германии, Украины, России. С Францией и Германией все понятно. Там друзья Путина в европейских странах, которые откровенно лоббируют российские интересы. Ну, кстати, вот к инициативе Медведчука они там не сильно спешат присоединиться. Ну, кум Путина, понятно, он отстаивает его интересы. Интересы Российской Федерации. По сути, этого не скрывают. Кстати, за это Виктору Владимировичу большое спасибо. Ну и российские депутаты, которые являются все нарушителем украинского закона. Все находятся в санкционном списке. Все голосовали, или почти все голосовали за аннексию Крыма. Посещают оккупированный Крым и Донбасс. И при этом все делают вид, что разговаривают о мире. А Виктор Владимирович, ну, мне кажется, он, по сути, не скрывает, что, понимает, что дело-то, на самом-то деле, лично в команде Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Потому что тут армия хоть и уходит в отпуск, но делает это по команде. Объединиться в вопросах приближения мира в Украине, выполнения митинских соглашений. И вы тогда назвали это очень редко парламентским измерением нормандского форума. Так это и пошли. Обязательная фраза о том, что Владимир Владимирович самый умный, что он генерирует самые хорошие идеи. Но я что-то не уверен, что это все ведет нас к миру. Скорее всего, наоборот. Капитуляции и возвращению в российское лоно. Со всеми вытекающими последствиями Донбасс, мне кажется, просто прекрасный пример, что они могут дать Украине. Комендантский час и подвалы. Чтобы оказать содействие главного государства в вопросах мирного урегулирования. Потому что мы понимаем, что вы справитесь. Виктор Медведчук понимает, что Путин как раз со всем справится. Единственная проблема, что он этого делать не хочет. И абсолютно открыто об этом говорит. А Виктор Владимирович пытается сыграть на вот этих нотках, чтобы продать иллюзию мира. Но очевидно, успехи тут некоторые могут быть. Ведь Владимир Александрович Зеленский именно на этом победил. А теперь выясняется, что мир он дать не может. Мне кажется, что парламентский потенциал, тем более, если исходить из того, что в Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями. И выборы, и амнистия, и особый статус, и изменение в Конституцию. То помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции, и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезна. Эти слова больше похожи на публичное заявление о профессиональной негодности. Ну, подождите. У нас есть парламент Украины. Верховная Рада. Он выбран украинским народом. Почему украинским депутатам должны помогать другие депутаты других стран, других парламентов? Особенно Госдумы. Я представляю это так. Это что? Виктор Владимирович хочет, чтобы депутаты Госдумы голосовали вместо украинских парламентариев? Или как? Ну, если они это будут делать, то да, они нашу страну просто ликвидируют. Произойдет быстрое поглощение. И как голосовали депутаты Единой России за продление или обнуление президентских сроков Путина, можно посмотреть, у них конституционное большинство. И если они будут помогать, вот в таком виде, о чем говорит Медведчук, Украина, конечно, быстро превратится в федеральный округ Российской Федерации. Не уверен, убежден, что это не наш путь. Владимир Владимирович, мы не просто поддерживаем, считаем, что такой подход может быть эффективным. Многое делают главы государств, но парламенты могли бы работать также эффективно в рамках реализации Минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желают лучшего. И именно эта проблема основная сегодня у наших коллег в Украине, в Верховной Раде. Поэтому вот этот диалог мы считаем необходимым. Если представители России говорят об украинских проблемах, которые они хотят решать или помогать решать, будьте осторожны и бдительны. Значит, вас будут сейчас или грабить, или убивать. Об этом говорит весь опыт, ну как минимум с 2014 года, так сказать, чтобы не нырять очень глубоко в историю. Поддержка депутатов, которые напрямую избраны гражданами наших стран, особенно при проведении каких-то инициаций, связанных с принятием нормативной базы, принятием закона, безусловно, крайне важна. Иногда без неё просто невозможно. Поэтому с удовольствием вас поддержим и пожелаю успехов. Интересно, по мнению Виктора Владимировича Медведчука, что же должен Путин подсказать Макрону и Меркель? О том, чтобы они окончательно отказались от поддержки Украины? Ну, разве только это? Потому что расковаривать на тему мира с Макроном и Меркель, конечно, можно. Это неплохая идея, если вы хотите за государственный счёт или за свой полететь в Европу и там провести какой-то саммит. Но это же не о мире. Потому что мир в руках одного человека. Медведчук сам неоднократно публично говорил, что знает о том, что мир на востоке Украины, он в Москве. Знает двери, за которыми этот мир, и даже знает, где ключ от этих дверей. И вот он зашёл в середину. Он, по сути, смотрит в глаза человеку, от которого всё зависит. И, по сути, что мы видим? Заискивает перед ним. И знаете, вот моё персональное обращение к избирателям Медведчука и компании. Вы посмотрите на Приднестровье. Вот там, казалось бы, абсолютно пророссийский президент, абсолютно пророссийский парламент. Но вы видите хоть какие-то поползновения в вопросе территориальной целостности Молдовы и решения Приднестровского конфликта? Нет. И здесь будет точно так же. Если вы приведёте к власти вот этих вот ребят, не дай Боже, или мы все, мы же одна страна, то это не гарантия того, что кремлёвский Медведь успокоится. Потому что у него, в принципе, другие задачи. Он хочет, чтобы Медведчук к нему не в гости приезжал, а на доклад. Хотя в данном случае, возможно, уже результат достигнут. И в этот день Медведчук с группой украинских депутатов, они встречались в Госдуме с российскими коллегами. Вот с тем Володиным, который совсем недавно угрожал нам, что другие регионы Украины выйдут из состава нашей страны. Ну, по примеру, Крыма и Донбасса. То есть, они продолжают бить в военный барабан и угрожают нам. Не только партия коллаборации это слушает и делает вид, что ничего не понимает. Что, конечно же, нам нужна помощь Верховной Раде Украины, убедить наших коллег о том, что имплементация сегодня всего законодательства, которое предусмотрено Минскими соглашениями, она должна быть реальным настолько, насколько оно может помочь установлению мира. И мы об этом говорили с коллегами во Франции, Германии. Тот, кто именно смотрит видео, а не слушает звуковую дорожку, может обратить внимание на лицо Володина. Он уже демонстрирует полное и неприкрытое презрение. Это означает только одно. У нас, как у оппозиционной партии и как у оппозиционной фракции, вывод направился один о том, что к миру власть Украины сегодняшней не стремится. И поэтому здесь мы просим о помощи общими усилиями, содействовать тому, чтобы этот мир стал возможным. Я вам не просто так сказал о политической могиле этой зеленой партии, партии власти нашего монобольшинства. И вопрос, кто после них? Это партия коллаборантов и тех, кто попробует вернуть Украину в кремлевское стойло? Или все-таки здравый смысл в нашей стране победит? В этом плане нам помогают наши российские недрузья, потому что они о своих агрессивных планах говорят прямо, четко и в глаза. Просто надо это уметь слушать и слышать. И если кто-то говорит о том, что хочет вас уничтожить, то лучше всего к этому относиться серьезно. Мир. И мы должны делать все для того, чтобы задействовать парламентское измерение для достижения этой цели. Наш президент поддержал именно парламентский формат в рамках нормандской четверки. Лучше бы ваш президент поддержал вывод на российской группировке Запоребрик. Тогда был бы толк. А вот эти вот разговоры в кабинетах, они бессмысленны. Мы вырабатываем уже общие подходы, цель которых мир. И эта задача у нас должна введение. Ну и мы просто лучше будем друг друга понимать. Потому что понимать через прось прицела невозможно. Только через диалог появляется доверие. Только доверие ведет к развитию отношений. Все. Через что? А, это парламентский диалог через прорезь прицела. То есть Володин прекрасно все понимает. Только он же по сути очередной раз проговорился. У нас же вроде как гражданская война. Да, такая же официальная версия Российской Федерации. Но Володин понимает, что реально государство смотрит именно так друг на друга. И предлагает Украине смотреть не через прицел. Но это не значит, что они опустят оружие. Вот это, наверное, главное. Это не стоит ни при каких обстоятельствах забывать. На этом все. Читайте Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.